Вегзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». В прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда» программа «Особый случай» в студии Янона Трояновская. Проблемы миграции из бывших союзных республик на радио и телевидении «Комсомольская правда» обсуждаются чуть ли не каждый день. Мы говорим и о незаконной миграции, и о людях без документов, и о тех рабочих местах, которые они якобы занимают, и порой о конфликтах, к сожалению, на национальной почве. Но сегодня мы будем говорить о вещи гораздо более серьезные. Мы будем говорить о детях. Человек, собственно, неважно какой он национальности и на территории какой страны он находится, существо семейное. Людям свойственно влюбляться, жениться, соответственно, рожать детей. Мы подготовили для вас небольшой сюжет, сейчас мы его услышим и увидим. После чего я представлю гостей, пришедших в нашу студию, и мы сформулируем тему окончательно. Россия превращается в роддом для мигрантов. То, что благодаря приезжим из ближнего зарубежья население в нашей страны становится больше, это факт. Любой, кто приезжает в страну с юга, с получением работы старается первым делом легализоваться и пустить корни. Дети иностранцев легко расстаются с акцентом и осваиваются в русском обществе. Так молодые девушки из Киргизии приезжают в Москву сразу после школы, а то и не доучившись, в поисках лучшей доли. Наш закон гласит, если ребенок родился на территории России у иностранных граждан, а их государство не предоставляет ребенку гражданство, он становится гражданином России. Поэтому, если матери с новорожденным некуда идти, она может оставить ребенка в детдоме. Число брошенных только киргизскими и только в Москве измеряется десятками ежегодно, а число отправленных на родину пока единицами. Почему приезжие из бывшего СССР стремятся родить в России? И как миграция влияет на демографические показатели? Население России увеличивается, но улучшается ли? Мы узнаем в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда». Итак, именно о детях мигрантов и о том, почему и как Россия становится роддомом для мигрантов, мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе «Особый случай». Настало время представить тех, кто собрался в этой студии, для того, чтобы эту животрепещущую тему обсудить. Гафхард Жураева, руководитель Центра миграции и законов. Здравствуйте, спасибо огромное за то, что пришли. Юрий Крупнов, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Все правильно? Спасибо большое, что пришли, Юрий Васильевич. Дмитрий Стешин рядом со мной, спецкор отдела политики «Комсомольская правда». Я сразу хочу напомнить телефон нашего прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, если захотите присоединиться к нашей дискуссии, если вам есть что сказать на эту тему. В конце концов, если вы видите какое-либо решение проблемы детей-мигрантов в нашей стране, пожалуйста, с вашими предложениями будем рады услышать. 8 800 200 ровно 9702. Давхар, сразу вопрос, естественно, к вам. Поскольку вы руководитель Центра миграции и законов, значит, вы призваны как раз защищать права тех, кто приезжает на территорию Российской Федерации и детей в том числе, собственно говоря. Действительно, ну, с трудовыми отношениями мигрантов, в общем, это отдельная тема. Но совершенно понятно, что человеку, приехав в страну, необходимо справлять какие-то совершенно нормальные общечеловеческие функции. Ему надо жить, ему надо есть, ему надо спать, ему надо продолжать свой род. И для женщины это совершенно нормально, рожать детей. Но та катастрофическая ситуация, которая у нас складывается и в том числе с брошенными детьми мигрантскими, она действительно катастрофичная, потому что можно открыть сайт любого детского дома в опеку детей. 90% деток нерусского происхождения. Это действительно такая чудовищная проблема? Почему девушки здесь рожают и почему они хотят рожать здесь? Почему они не едут домой рожать? Конечно, рожают и дома. И едут домой рожать. Но с определенного момента в аэропорту уже не пускают на самолет тех, которые могут родить прямо в самолете. Поэтому им нужна справка о том, что, допустим, ребенок, которого она носит, он не более 6 месяцев. Вот это сдерживающий фактор. Конечно, рвутся домой, потому что социальные условия наиболее нищей части трудовых мигрантов, она не позволяет здесь этого ребенка выращивать. Но есть такое мнение, что туда стараются как раз не ехать ни с детьми, ни потому как замуж-то ее уже там не войти. Нет, но не все же рожают от непонятно кого. Когда это не вписывается в традиционные рамки, да, это угроза и ребенку, и матери, и она не знает. Но это очень маленький процент. В основном рожают женщины, у которых или муж в Таджикистане, она приехала и тут заберела, и тогда она может не поехать. Или же это семья здесь и рождается ребенок. Это средняя обеспеченность. В семье она может выходить этого ребенка здесь, его не надо отправлять. Ну, надо сказать, что сегодняшняя программа наша родилась из материала, который был опубликован и на сайте «Комсомольской правды», и в газете «Комсомольская правда». А конкретным совершенно толчком к тому, чтобы создать этот материал, послужило то, что наша спецкор отдела политики Юлия Алехина, с которой мы сейчас поговорим по телефону, лежала в одной палате в роддоме с девушкой, с женщиной, родившей, так сказать, из ближнего зарубежья. Юлия, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Юлия, ну вот, ваша конкретная совершенно история, да, вы оказались в одной палате с женщиной, родившей уже, собственно, я так понимаю, не первого ребенка здесь, на территории России. Я рожала в июле этого года, и уже несколько недель собирала материалы, которые в столице в Дианках, на тот момент. И становилась таким явлением, как полностью переполненные роддома с мигрантами из Средней Азии. И это явление уже получило название как родильный тур. Отказать этим беременным мигрантам врачи не имеют права, даже если они без документов и с набором опасных заболеваний. Вот, и я сама попала со своим ребенком в такую группу риска вместе с остальными роженицами, у которых документы на анализ все в порядке. У нас есть такой роддом 56-й на Сталиной горе, в котором из 45 женщин уже 30 приезжие из Средней Азии. И всех историй, вот, просто как под копирку. Они не сдают анализы, не наблюдаются врачей и даже не знают, какого пола ребенок. Вот. И когда с мамой и с малышом все нормально, это просто большое исключение. Обе реанимации, и взрослая, и детская, просто полностью переполненные, новорожденными с очень тяжелыми заболеваниями. Мамы с осложнениями, которые при правильном ведении беременности можно было бы избежать. Вот. И просто врачи взбиваются в ног, не знают, что делать, делают там экспрессные анализы, на все остальные анализы у них не хватает просто времени. Вот. И, в общем-то, они даже зачастую не в состоянии объяснить, что ей у них болит. И даже ребенок, если родится здоровым, то просто часть этих женщин бросит детей в Москве и сами вернутся домой. Некоторые сознательные едут сюда специально. Юля, а после рождения ребенка они и наблюдаются, дети у мигрантов? Расскажите, пожалуйста. Да, они наблюдаются. Два года примерно после рождения пьяцы должны приходить к ним домой, но зачастую они прячутся и постоянно исчезают куда-то с одной квартирой на другую. Спасибо, Юля, большое за комментарий, за рассказ. Вот, кстати, по поводу наблюдения в нашей же статье была информация о том, что местные педиатры в местных поликлиниках чаще всего понятия даже не имеют, что у них на их участках находится такое количество детей, потому что их, естественно, мы не можем даже им прививки сделать элементарные. Понимаете, это связано еще и с легальным пребыванием трудового мигранта. Вот это основная, собственно, проблема. И плюс к тому, есть ли у этого человека медстраховка. Медстраховка достаточно дорогое удовольствие, поэтому, я повторяю, если подавляющее большинство мигрантов находятся практически в нищенстве существования, то, естественно, что эти услуги медицинские, в том числе и по уходу за ребенком, и по наблюдению, они становятся очень редкими случаями. Я таковых редко встречаюсь с тем, чтобы больница с нелегальными трудовыми мигрантами, с нелегальной мамой могла бы работать напрямую. Юрий Васильевич, может быть, имеет смысл организовывать какие-то специальные медицинские учреждения, в которых бы обслуживались мигранты, без учета вот этих медицинских страховок, медицинских полисов, которые мы все обязаны иметь, и которые у них нет ни по каким возможностям? Ну, нелегальные мигранты, хоть этот термин юридически и неправильный, и даже неграмотный, можно сказать, но он отражает суть вопроса, что эти люди предпочитают быть в тени по тем или иным причинам. Вот одна поправка, не предпочитают, а поставлены в такие условия. Поставлены в такие условия, абсолютно согласен, но здесь суть в другом. Суть в том, что, мне кажется, все-таки вообще у нас не совсем правильно поставлена политика именно миграционная, и вот утвержденные концепции государственной миграционной политики, она исходит, ну, во-первых, из безумной идеи, что мигранты, они спасут Россию, и что мигранты, это едва ли не основной ресурс и фактор вообще развития страны. Просто безумная идея. И то, что она утверждена на самом высоком уровне, во мне лично вызывает ощущение, что я живу в безумной стране с безумной властью, я прошу прощения. Никого не хочу обидеть, ну, просто искренние ощущения. И второй момент, это то, что, конечно, мы, собственно, давайте посмотрим, мы и своих-то граждан, как те же детдома, те же социальные, тоже социальные сиротства. Поэтому, надо честно сказать, мы находимся в ситуации очень большой дикости. Просто надо честно сказать, мы находимся в ситуации дикости. Наша цивилизация во многом разрушена, и нам придется ее, если мы хотим жить, восстанавливать. Нам нужно будет строить все равно новую большую страну. Вот в вашей статье, замечательной вашей журналистке в «Комсомольской правде», ведь там чуть ли не основными героями являются девчонки, подростки, ну, или только закончившие школу из Аша, из жила Абада, то есть это Южная Киргизия, Ферганская долина. Ферганская долина – это вообще ключевой геополитический район, где, с одной стороны, страшная нищета и тяжелейшие условия, с другой стороны, гигантские подземные, полутеррористические, всякие антитрадиционно-мусульманские образования, которые просто взрывают и работают и с нашими поволжьем и Татарстаном, и с нашим Кавказом, и со всем миром. И в этом плане мы с этим вообще никак не работаем. И я бы хотел сказать, если, прошу прощения, если, так сказать, пришлось говорить про безумие, в том числе вот такого рода идей через 20 лет после развала СССР, а, знаете, второй момент, кто у нас этот развал стимулировал, и мы сегодня имеем следствие развала, тот же Сауженицын, именем которого названы улицы. И Комсомольская правда в 90-м году публиковала статью гигантскими тиражами, как нам обустроить Россию, где Александр Исаевич, на мой взгляд, злейший враг просто нашей страны, который прославлен ныне везде и входит в школьную программу. Он писал, русские безумные завоевали Среднюю Азию, надо ее бросить. Кавказ надо бросить, и Северный Кавказ, это не наше, это надо все бросить и отделить. И нам нужно спокойно, славянским народом, между собой там зажить нормально и так далее. И мы сегодня, вот так мы и зажили, мы дикие люди, пока мы не вернемся обратно и пока мы не восстановим нашу новую большую страну, мы будем иметь и из этих девчонок несчастных, из США, и из Средней Азии, и из Кавказа, и Кавказа, какая разница, там все это очень пересекается, то же самое, все будем иметь. Здесь страшные новости, вот то, что сказала ваша журналистка, на самом деле у нас таких сведений нет, поэтому мы проведем параллельное некое, вот такой плохой мониторинг, да, или расследование, просто на самом деле посмотрим, потому что еще несколько лет назад среднеазиатские женщины очень редко оставляли своих детей. В связи с введением квот, ужесточением возможности заработать деньги, которые отработали, они попадают в то положение, в которое они попадают. Я по слову просто возражу, понимаете, ну, что брать с девчонки, школьницы, из тяжелой ситуации, находящейся Южной Киргизии, которая попала в Москву, это примерно то же самое, что ребенок из детского сада попал в Кремль, и от него требуют подготовить указ президента. То есть сложнейшая Москва, мегаполис, дикий, непонятный, человек попадает из совершенно другой реальности, совершенно не имея социального опыта, понимаете, как из детдома, мы обсуждаем выпускников детдома и так далее. С чужим языком. Это какая, это не среднеазиатская женщина, это несчастное, юное, инфантильное существо, которое просто, ну, что с него спрашивать, я не понимаю. Да вы понимаете, с одной стороны спрашивать не спрашивать, а с другой стороны, ведь это порождает действительно мало того, что это огромное количество брошенных детей, ведь торговля детьми, она тоже существует. Конечно, конечно. В Самаре, простите, несовершеннолетняя узбечка за 35 тысяч рублей продала своего ребенка. Продешевила. Ну, продешевила. Ей нужны были деньги для того, чтобы купить паспорт. И вот у речного вокзала в Самаре она предлагала грудничка, кто-то позвонил в полицию. Вот то, о чем я говорила. Те приехали, устроили контрольную закупку, что называется, ее взяли, привезли в околоток ребенка, естественно. Вот то положение, в которое поставлены мигранты, которые хотели бы честно работать, и это не получается у них, ибо мы перемудрили жутко с нашими миграционными законами. И в результате мы получили то, что уязвленный материально и психический человек и становится вот тем, о чем мы говорим. Вот в продолжение этой самарской истории у нас есть возможность услышать врача Самарской детской клинической больницы номер один. Я так подозреваю, что она, скорее всего, принимала этого ребенка, когда его привезли. Ольга Галахова, давайте послушаем, что она рассказала. После того, как мы ее привели в божественный вид, отмыли, в общем-то, по-моему, все ее в жизни сейчас, на данный момент устраивает. То есть она улыбается. Какая судьба ее дальше? Дальше, ну, после того, как мы проведем все обследования, когда поставим окончательную точку о состоянии ее здоровья, то органы опеки решат вопрос о ее дальнейшем межпождественном. Скорее всего, это дом ребенка. То есть приют поедет, да? Если, конечно, не найдут слухи, которые будут хотят взять ее в силу. Это первый у вас такой ребенок? Нет, конечно, не первый. Это была Ольга Галахова, врач Самарской детской клинической больницы номер один. Вот хороший вопрос был ей задан. А какая судьба дальше у этого ребенка? А никто не знает, поскольку Юля тут сначала рожала, потом кормила грудью, я ей помогал делать добойки к этому материалу. И мы наперебой с ней пытались найти вообще хоть какую-то структуру в Москве, ну, хотя бы в Москве, которая отвечает, может, хотя бы вести статистику детей, рожденных мигрантами. Редактор у меня требовал статистику, графики, я говорю, да нет вообще таких цифр. Мы звоним в ФМС. Нам ФМС говорят, да вы что, мы занимаемся совершеннолетними людьми с паспортом, какие дети там мигрантов. У нас нет такой информации. Звоните в соцзащиту. Я звоню в соцзащиту. В соцзащите нам говорят, это дело ФМС, нелегалы, вот, у нас сидеть учтеное. Юлька звонит в департамент по семейной и молодежной политике правительства Москвы. Оттуда нас посылают в ФМС, либо в соцзащиту. Ну, понятно, круг замкнулся. Проблема провалилась между ведомствами, на самом деле вот этот бессмысленный обзвон оказался очень результативным, потому что вот иногда отрицательный результат, это самый лучший результат. Слушайте, секундочку, но существует консульство государства, которым люди относятся. А что консульство? Киргизия решает свои внутренние проблемы, как Узбекистан, выталкивая лишних людей, вместо того, чтобы думать о том, как их занять у себя на территории, они их как в дом презрения отправляют в Россию. Дмитрий, позволью возразить, но Киргизия ничем не отличается в этом плане от Российской Федерации. У нас же тоже народ выезжает отсюда. Нет, в том смысле они отличаются, я с вами согласен, что вообще это безобразие, и это надо просто, конечно, все время вскрывать факты и наказывать тех, кто проявляет такое отношение. Но, просто давайте мы отнесемся, 25 лет назад был инсталлирован то, что называется рынок, была введена, по сути, неолиберальная модель. Мы вот живем, четверть века прошло. Здесь деньги, и прежде всего деньги от нефти и газа, от углеводородов являются главной задачей. Люди здесь не нужны, человек здесь работает для экономики. Поэтому, нероссийский гражданин в узком смысле в Российской Федерации, что мы эту девочку из США обсуждаем, такие же девочки из Иваново, и не только из Иваново, и так далее. Он сказал, граждане России проходят по статье убытки. Собственно говоря, мы обсуждаем это не столько этих девочек, а вопрос в том, что младенцы остаются без будущего, по сути, жизни. Более того, мы же, вот вы говорите, гражданка там Средней Азии, или женщин Средней Азии. То есть, что такое разрушена наша цивилизация, по сути разрушена? Это разрушена семья, потому что цивилизация это семья. Какая семья, такая цивилизация. И поэтому, конечно, одна девочка, там вот и в ваших статьях там же, ну нет никакой семьи, там сожитель даже слово употребляется. Там кто-то там бросил, там погулял, использовал, уже спорт существует, соответственно. У тех же мигрантов, среди мигрантов. Да, атомы, бронховское движение по всей бывшей гигантской стране, великой стране СССР. Бронховское движение, что мы хотим от бронховского движения? Где-то что-то взорвалось, где-то что-то получилось, ну в одном проценте или полпроценте. А так, в принципе, да, рынок, все, рынок, человек, человеку, волк, в том числе в отношениях между мужчиной и женщиной, бабло побеждает зло. Что вы хотите? Это официальная доктрина. Что мы хотим? Консульские службы занимаются этой проблемой, кто-то успешно, кто-то не очень успешно. Потому что, когда к нам обращается женщина, у которой ребенка взяли в ту же опеку, да, или ребенок попал в детский дом, она не может его оттуда вытащить, подключается, как правило, к консульству. А если не обращается? Если она его ждала, значит он адаптировался и стал, как у нас одна девушка, три ребенка, пришел милиционер очередной раз, сейчас можно, пришел милиционер, мать одного грудного взяла, убежала, а трое детей попали в детдом. Так вот, они потеряли язык, они стали и внешнерусскими, и поадаптировались настолько, что она стала христианкой, эта девочка. Молдавское посольство имеет специальную программу отслеживания своих молодых, да, молодцы, потому что у них на двух собраниях я была, почти вся московская опека была там, то есть забота проявляется системно со стороны государства. Мы хотим, чтобы этот опыт был учтен при работе с детьми и с центроазиатскими. Но, но, этого не будет пока, вы поймите, в российской, нет, не пессимист, не пессимист, мы эту ситуацию должны исправить и исправим, вопрос в другом. Что просто надо реально понимать, быть трезвыми людьми. Скажите, пожалуйста, у нас все говорят о демографической проблеме, о том, что у нас мало народу, о том, что у нас детей. Как в государстве с демографической проблемой оказывается такое, что эти дети не нужны? Какая разница, они, даже если мы их в детдоме, а что в детдоме с ними будет происходить? Вот меня и волнует больше, кто врет в этой ситуации. Конечно, возникает вопрос, не нужны дети, и наши дети, которые, наши дети в Российской Федерации, в тех же детдомах. Это страна, которая переживает, которая испытывает якобы проблему в детях, а дети бегают по улицам, никому не нужны. Вот этот вопрос меня интересует. Какие права и тенденции будут имеются? Вот, допустим, семья, да, восточная семья, вы знаете, там ни один человек, ни одна семья. Там это дяди, тети, двоюродные, троюродные. К нам очень много обращаются родственников, вот этой попавшей в тяжелое положение, роженицы, которые говорят, давайте мы этого ребенка возьмем. Но нет механизма юридического, чтобы она прямо здесь могла бы его... Есть механизм, если государство признает гражданство этого ребенка, то, соответственно, через консульство, то этот ребенок первый... Здесь, на территории, она не может его отдохнуть. Секунду, давайте прервемся, у нас есть необходимость для того, чтобы прерваться. Мы вернемся в эту студию совсем скоро, никуда не отключайтесь, это программа «Особый случай» на «Комсомольской правде». Не получается у нас. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Мы продолжаем программу «Особый случай» в прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего нашего эфира «Россия стала роддомом для мигрантов». Вот так вот мы ее характеризовали. О детях мигрантов, о их судьбах, о том, почему в Россию приезжают рожать и правда ли это, обо всем об этом говорим мы в прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда». Сразу напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Если у вас есть ответы на эти вопросы, звоните, нам страшно интересно узнать. Я напоминаю, что в нашей студии Гавхард Жураева, руководитель Центра миграции и закон, Юрий Крупнов, председатель движения развития, председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития, Дмитрий Стешин, спецкорра отдела политики «Комсомольской правды», Яна Антрояновская. Еще раз телефон 8 800 200 ровно 97 02. Мы вернемся к той теме, на которой мы так варварски были прерваны в прошлый раз, и все-таки вернуться к разговору о том, что у этих детей есть, по сути, возможность вернуться все-таки на родину совершенно законным способом. Но я так понимаю, либо им никто не пользуется, либо им просто никто не знает. Пользуются. Приезжают, если ребенок попадает в детдом, а мать куда-то исчезла или прячется, приезжают родственники. Я говорю о тех крепчайших связях родовых на Востоке. То есть это стыдово, если где-то ребенок оказался в детдоме. Как правило, в среднеазиатских государствах в детдомах не так много народу. По Таджикистану было понятно. Была гражданская война, погибло очень много людей, и как-то выросло количество. Но это очень стыдно, если ребенок, у которого есть дядь, троюродный дядя, четвероюродный дядя, он оказывается в детдоме. Только очень тяжелый, очень тяжелейший финансовое положение этой семьи не позволяет им следовать традиции, возможно. Но я повторяю, это не тенденция. Тенденция все-таки своих детей вытащить. Ну, давайте в юридическом плане сначала простой момент, потому что по закону о гражданстве либо ребенок, если один из родителей гражданин Российской Федерации, либо если ему отказано в гражданстве со стороны того государства, откуда приехала роженица, то, соответственно, ребенок получает гражданство Российской Федерации. И, значит, Российская Федерация за него отвечает. Но никогда не откажется государство от своего ребенка. Таких фактов нет. Нет, прекрасно. Поэтому, если не отказывается, если роженица не имеет, или один из членов семьи, если сами есть семья, она оформленная и так далее, не имеют российского гражданства, и если, тем более, то есть гражданство подтверждено другому государству, то другое государство отвечает за ребенка. Вы знаете, огромное количество женщин, которые вообще никакого не имеют документов. Так я про это и говорю. Поэтому здесь вопрос не в том, как там отказаться от того, что просто это вообще не то, что вне правового поля. Я говорю, дикое поле. Можете понять, дикое поле. Надо успокоиться, начинать с этого. Четверть века мы сознательно и долго, целестремленно, жизнерадостно, так сказать, шли к этому дикому полю. Хотим дальше идти, будем опять обсуждать всякие фенечки, либо будем обсуждать другой вопрос. Например, первое, что я скажу, самое простое, которое всех, я надеюсь, просто удивит, обрадует, и я сразу очень непопулярным стал. Что нам надо инвестировать в Среднюю Азию. Надо развивать там промышленность. Нам надо восстанавливать новую большую страну. Без этого Евразийский союз. Разговоров много. Реально, как союз, как не только таможенное экономическое пространство. Потому что семья и цивилизация. Есть русско-российская, евразийская цивилизация. Она имеется. Все равно таджики, это уже настолько сложный народ, не говоря уже про разные еще и группы таджиков, и по разным происхождениям, все равно они сейчас определяются. Либо русско-российская, евразийская цивилизация восстановится, и мы в едином пространстве находимся, и давайте тогда жить цивилизованно, в рамках цивилизации. Либо нет, Москва всех кинула 20 лет назад. Москва кинула. Москва кидать будет дальше, а дальше нужно как? Ну, тебя обманули, но нужно приехать, тоже постараться как-то обмануть, я прошу прощения, ради своей выгоды экономической, ради своей судьбы. Вот если мы хотим так дальше продавать, так и будет. Новая индустриализация, год об этом Путин говорит абсолютно правильно, просто гениально, новая индустриализация. Где новые заводы, современные, естественно? Вообще, очень многие западные инвесторы, используя дешевую рабочую силу, создают фабрики в странах. Почему не вкладывать для новой индустриализации, частично подряд в производство, почему не вкладывать в Таджикистан, в Киргизию? Юг Киргизии, это ядерная, термоядерная бомба, не только под Евразийский союз, Центральную Азию, под нас. То, что в Татарстане было недавно, то, что на Кавказе происходит экспансия, Ферганская долина важнейший, если говорить, хаб террористический, исламистский, с точки зрения не реального ислама, не классического, а тех выродков, которые маскируются исламом, и так далее. В Ферганскую долину надо вкладывать гигантские деньги, если мы не хотим, чтобы взорвали наши дома, и чтобы такие роддома были. А мы при этом начинаем узнать, знаете, как природное явление, вот какие-то люди едут из США, о, приехали. Вы понимаете, большинство россиян, к сожалению, принять участие в решении вот этих геополитических проблем практически не могут. Почему? Более того, большинство россиян думает совершенно по-другому. Вот сейчас сидел и пытался, слушал нашего уважаемого гостя, пытался внутри себя найти какой-то базис для этого Евразийского союза, пытался понять, что у меня общего с гражданином Киргизии, в духовном, ментальном, нравственном плане. Нет ничего общего. Я был и в Киргизии, и в Узбекистане, и в Таджикистане был. Это совершенно чужие люди. И то, что они чужие, мы вот увидим 19-го числа, когда будет конец Рамадана, и они заполонят весь центр Москвы. Смотрите, какая реакция будет москвичей, обычно, коренных москвичей. Но не только москвичей. Я считаю, что единственное решение проблемы с несчастными девочками-роженицами, это жесточайший визовый режим, и отбор трудовых ресурсов там, с другой стороны границы. Въезд по патентам с сопровождением работодателя от границы до места работы. Когда в 89-м, в 90-м году, в 91-м голосовали за Ельцина, то голосовали те, кто думает, как Дмитрий. И это и есть московский национализм. Он создал эту дикость, и Дмитрий, когда это говорит, он продолжает эту дикость культивировать месяцев жениться. Дикость, это когда я беру сводку по изнасилованным женщинам, которые изнасиловали граждане Таджикистана. Это все произошло благодаря вашему мировоззрению. Почему? Потому что вы и платите. То есть опять мы виноваты. Нет, вы конкретно виноваты. Нет, Дмитрий, откалительница. В чем? А в том, что вы пропагандируете идею, что если мы закроемся, то на самом деле наступит счастье. Конечно. Да оно не наступит... Нет, ну свои же будут наделать, это же легче. В 90-м году голосовали за Ельцина, то же самое писалось с Женицын. Но смотрите, мы не закрылись. И что, счастье наступило? 96% героинного трафика к нам идет из Саджикистана. Я каждое утро выхожу на балкон, и у меня под окнами шатается молодой парень, упоротый героин. Дмитрий, героинный трафик... Прекрасно, шприцы по углу. Героинный трафик. С визами никак не связано. Хоть вы 10 виз ведете, он будет идти, может быть, на полпроцента меньше. Половина героинного трафика перевозится в багаже, и я не фантазирую. Так, друзья мои, мы уклонились от темы. Далеко. Героинный... Вы создаете эту дикость, вы лично. Вы, журналисты, как русский. То есть опять русский во всем виноват. Нет, я русский, что вы. Я русский, а не русский. Друзья мои, все, тихо. Поэтому не русский, а вы. Такие русские. Тема нашего сегодняшнего эфира, почему Россия превращается в роддом для миграторов. Вместе с Ожи Ницином. 8 800 200 ровно 97 02, телефон нашего прямого эфира. Слушаем телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я лет 18 назад приехала из Казахстана. Я сама ручка. Родители у меня ручки. Проблема в том, что когда я родила своих шестереть детей в России, так же для детей мне сложно было вообще, чтобы им дали гражданство. Я прошла такие мучения, как сказать. Я сама только через 10 лет получила гражданство. Извините меня, как мы можем говорить о чужих детях, когда наши дети, наши русские дети не нужны никому в России. Почему нам, детям, нашим детям ставятся такие проблемы в получении российского гражданства, хотя они родились в России. Мы сами русские. Просто мы попали в такую ситуацию, что мы переехали как раз в 91-92 год. У меня родители до сих пор ходят с паспортом СССР, потому что они не могут получить гражданство, приходя в нашу операционную службу. Он скажет, что с такого условия новый факт принести. Вот понятно. Спасибо вам большое за телефонный звонок. Ну, что можно сказать? Ну, вот комментарии, я не знаю, язык не поворачивается сказать. Ну, а в чем мы говорим о том, что мы можем детям мигрантов, которые брошенные остались, предоставить какие-то права на территории Российской Федерации, если мы россиянам их не можем предоставить? Да и тем переселенцам, которым уже некуда ткнуться. Почему для них не сделать зеленый коридор легализации в России? Чего мы стесняемся, я не понимаю? Господин Косачев из Госдумы мне сказал, что мы не можем пока определить, кто такие русские. А, ничего себе! И дать им приоритетные права на возвращение на землю предков. То есть, значит, в Греции смогли вывести всю, понтийскую диаспору греков собрать, а не смогли определить, кто такие греки. Израильтяне этим занимаются уже, бог знает сколько лет, собираются в свою альтуру. Нет, допустим, не только русские, Татарин, который возвращается на свою историческую родину. Правда? Проблема, нет, проблема. Кто такие русские? Потому что те русские, о которых говоришь... Русских нет. Нет, русские, я русский. Друзья, мы опять... Папа русский, мама русская, а я россиянин. Вы убиваете русских. Чем же? Я русский, почему здесь россиянин? Так, тихо, стоп, хозяйка, в этой студии я. И говорим, и тема нашего сегодняшнего эфира. Вашей политикой вы это делаете. Все? Спасибо большое. Тема нашего сегодняшнего эфира. Говорим мы о том, почему такое количество детей, к сожалению, преступно, брошенных, очень часто, совершенно бесправных. Вот смотрите, конкретный совершенно пример. Опять-таки, Самарская область. Я уж не знаю, почему так все сложилось у нас. И в Самаре вот и узбечка продавала ребенка. Самарская область. С приставы судебные с огромным трудом депортировали 160 попрошайков из Таджикистана, среди которых было большое количество женщин с детьми. В том числе, одна беременная практически на сносях. Они были все без документов. Их пришлось, именно почему такие трудности возникли. Потому что их пришлось заново все переоформлять, чтобы их законно депортировать, а не просто вышвырнуть за территорию. Причем, вытворить за счет бюджета России. Это норма. Секундочку. Среди них 17 детей. Сказать, что вот это мой ребенок, я могу легко и непринужденно. Кто из них был законным из этих детей, которых выпулили вместе с этими мамашами из страны, а кто из них был незаконный, а не украденный из соседнего дома, из детской площадки, тоже неизвестно. Ну, царь Соломон предлагал двум матерям распилить ребенка пополам. Я могу рассказать, как это устроено. Я могу рассказать. То есть есть мигранты, их в определенные условия поставили, после того, как они стали милостыню собирать. Нет, вы понимаете, это величайшее заблуждение. Эти попрошайки, их зовут Лули, это среднеазиатские цыгане. Их профессия попрошайничать. Никакого отношения к трудовым мигрантам они не имеют. Дело не в трудовых мигрантах. Другой разговор, раз куда они приедут. Дело в том, кто на этих попрошай, кто собирает в итоге маржу. Вопрос-то в этом. А не в том, кто сидит на улице и попрошает ничего. А собирают маржу русские националисты. Вопрос в том, что людей, живых людей, неважно какой националист, у них сломанные судьбы. Вот и все. 8800-200-0907-02. Где можно получить маржу? Телефон нашего прямого эфира. У нас есть телефонные звонки. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Да, 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 мы вас слушаем. Здравствуйте. Я вам с Екатеринбургом звоню. Вот дело в том, что я сама в Аше прожила 11 лет. Вот ситуация. У меня нас до сих пор там остались знакомые. 20 лет назад, как он сказал, я сидел там, все с Ложеницевым, вспоминаю, не русские кричали, что там маржуала Россия. Те же самые вот сейчас местные националисты, которые сейчас стоят у власти. Они все хотели независимости. Они ее получили. Вот вы делаете, есть то, что хочешь. Вот наш город уже что нет от этих эмигрантов? Вот эти женские консистенции, пожалуйста, в этих. Потом сказали по НТВ, что у нас там делается в районе сортировки, где я живу. Так что надо, что с ними делать. А вы мне говорите, сейчас Советский Союз построим. И будем снова кормить Среднюю Азию. Спасибо за телефонный звонок. Вот еще один автор дикости, которая есть. Потому что... Вообще русский народ, он фашистский народ. Не надо. Фашист это способ для того, чтобы усиливать русский мир. Когда она говорила о том, что хотели независимости, получили. Дело в том, что не хотели независимости. Москва хотела независимости. За СССР проголосовали почти все. Москва хотела независимости. С Оуженицем и Дмитрием. Хотела Москва от этих подобных. Упрекайте, мы сейчас пытаемся понять. Причины, а собственно говоря, нам надо разгребаться конкретно сейчас со следствием. А не получится. Потому что это будет воспроизводиться. Мы будем говорить, очень жалко детей. Очень жалко детей. Ну что их теперь, переубивать что ли? Давайте решать эту проблему совершенно конкретно. Вы не решите. Есть два варианта. Первое. Превратить Россию. Вот русский, говорит, националист, в Израиль. Он говорит просто в Израиль. Это плохого. Нет, вот я и говорю. В Израиль национальная страна. Вот русский националист, говорит, превратить русских в евреев, стать Израилем. Не, ну не передергивайте, пожалуйста. Забор поставить, как переду Мексикой. Ну как, забор поставить. И всех там отправить в эту Среднюю Азию, закрыться. И мы заживем счастливо. На мой взгляд, помимо ужаса мировоззренческого, это технически невозможно. Но вторая позиция, другой позиции нет. Мы должны строить Евразийский союз, восстанавливать новую большую страну, восстанавливать нашу цивилизацию через промышленность, через нашу силу. И перестать, перестать играть в игры, которые нас заставляют. Где я какой-то абстрактный русский, это абстрактный мигрант, и мы друг друга будем мочить еще лет 20 или 30 на радость Америке и другим. Собственно говоря, вопрос только... Мне кажется, время конкретных шагов. Конкретный шаг. Молдавское посольство, которое инициировало особую государственную заботу о детях, оставшихся... Не, вы знаете, зачем он это сделал? Опять зачем? Сейчас он опять будет говорить... Поскольку Молдавец, его политика Молдавия для Румынии собирает конкретную массу населения. Вот и все. Мы говорим о том, что если эти дети не нужны России, есть модель, по которой они могут уезжать. 20 секунд у нас осталось до конца эфира. Спасибо огромное за дискуссию. Ни к чему мы не пришли, а действительно настало время конкретных совершенно решений. Маленькие, да. Существуют люди, которым необходимо дальше жить, и они хотят этого, и... Ну, это просто правильно. Спасибо за то, что пришли. Это была программа «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Всем удачи. Продолжение следует...